Если у вас не такое веселое утро, то не приглашайте. Камень, это не батут. Всем доброго и бодрого утра. Всем хорошего настроения. Сегодня понедельник, подъем ранний. Нужно детей собирать в школу. Камень, ты что, тоже в школу хочешь? Что-то крана проснулась. Буквально без десяти семь проснулась Камень. Кстати, если бы она не проснулась, то мы бы могли и проспать. Поэтому спасибо тебе, Камень, огромнейшая. Всем хорошего дня. Пойду собирать деток в школу. Камень. Обязательно застилаю. Просто Каменьочка. Пачкает диван. Конечно, было бы красивее и так, но что поделать. Ничего не поделаешь. Вот и камень. Все, у него уже правильная. Мышка. Водушка. Замочусь сделать. Сломался. Камень, нельзя проведать войну. Нельзя. Кирюха собирается в школу. Кирюш, тебе надо будет постричь на выходных. Ну, красавчик. Потеплее одевается. Соскучился за выходные по школе? Да. А ты чего ржешь? Красотка. Ну, все, давай, иди одевайся уже. Проснулся. Проснулся. Доброе утро тебе, Темочка. Он же, мошала, сам встает, держится и делает несколько шагов. Так вот, я здесь управляла постель. Темочка поет мне песенки, чтобы маме не было скучно. Да, зайчик? Молодец. Аккуратненько. Такой ты маленький. Такой ты сладенький. Да. Как же быстро летит время. В прошлом году он был в животике. Ждали его рождения. Рождился. А теперь уже почти уже ходит. Куда ползешь? Вот это тебе надо, да? Вот это тебе надо. Какой ты силашний. Чего себе, как ты себя подвинул. Тема, хватит там порядки наводить. Давай, уходи оттуда вам. Я уже привыкла, что дети все, что берут, играют и складывают по местам. А Тема все только раскидывает, работу мне прибавляет. Темыч. Темыч. Ждем бабулю нашу. Сейчас бабуля к нам придет. Да, сейчас бабуля твоя к тебе придет. Осторожно. Молодец. Камя, сейчас буду тебя ругать. Ты почему снова начала грызть футболку? Подожди, не надо убегать. Сидишь и слушаешь. И не нервничай. Ты зачем грызешь футболку? Подожди. Сразу убегаешь. Как мама критику совсем не хочет слушать. Ты меня слышишь? Подожди. Нет, нет. Присаживайся. Будем с тобой разговаривать. Ты зачем грызешь футболку? Футболку грызть нельзя. Ты меня слышишь? Камя. Грызешь только полотенце. Хулиганка. Что-нибудь сладенького захотелось в кове. Ничего же не осталось. И решила быстренько испечь пирог. Свои фирменные. Испекла уже. Посмотрите, какой он получился. Очень аппетитный. Немного не рассчитала пропорции. Много теста получилось. А форма маловато. Эта форма очень классная, качественная. Это фирма Баркам. Заказывала на Валбер. Цена хорошая. И качество отлично. Так вот выглядит пирог в разрезе. Ну и, конечно же, как всегда, со мной моя Камилочка. Чтобы мне скучно не было. Да, Шайка? Сейчас буду наслаждаться кровей и кушать вкусный пирог. Ну, а я, как всегда, не могу сидеть без дела. Уже приготовила целую кучу вещей для глажки. И сейчас буду протирать пыль с этих вот подвесных полок. Мы вообще планировали покупать прикроватные тумбочки. Кровать у нас высокая. Нужны были прикроватные тумбочки высокие. Те, которые были высокие, они очень широкие. В общем, у нас не помещалась кроватка. Поэтому мы остановились вот на таких вот подвесных полочках. В принципе, тоже удобно, конечно. Минус, что все видно. Быстро пылиться. Но ничего страшного. Пыль я протираю на этих полках через день. Ну, вы знаете, мой фетиш по уборке. Так отсвечиваю. Это так вот сделаем. А еще вот так вот. Сейчас буду все отсюда доставать. Протирать. Тема, где Кирюша? Кирюшу ищет. Кирюшу прячь, прячь, прячь. Прячь, прячь от него. Агашка твой? Тема, поцелуй Кирюшу. Не. Не. Он знаешь, куда целится, Кирюш? Вон туда твою белую корзинку. Где Лего и мой брат эта корзинка? Или телефон? Нет, Кирюшу. Кирюша. Ой, Кирюша говорит, Тема. Кирюша спрятался, да, от тебя? Кажи, выходи, Кирюша, я тебя нашел. Вот какая к нам красивая девочка пришла. Нельзя, Тема, нельзя зарядку трогать. Нельзя. Наградуется, Кирюшу когда видит. Родные. Темочка банан только что поел. Он здесь грязный. Нельзя зарядку трогать, я тебе сказала. Нельзя, Темач. Камень. Камень. Красотка. Какие у тебя глаза красивые. Кстати, по поводу красотка, благодарности, да, очень часто в комментариях считают, что не надо восхвалять своих детей для каждого родителя, свой ребенок красив. Ну, здесь я с вами согласна, что для каждого родителя свой ребенок красив. Для меня мои дети красивые, и я им делаю эти комплименты. И как мать, да, я считаю, что... Камилочка! Камила! Камила! Нельзя, говорит, молодец. И как мать, я считаю, что правильно делать комплименты по поводу внешности своего ребенка, по поводу его каких-то действий. И если он чем-то помог, всегда благодарить. Вы знаете, мир очень-очень жесток. И для нас, да, наша семья, наш дом, это место уюта, место силы, место спокойствия, да. И, конечно же, кто кроме родителей будет делать детям своим комплименты, благодарить их, поддерживать их. Вы знаете, выйди из дома, и ты там такую жестокость встретишь, но это так условно, да, говоря. Вообще, я очень много книг читала по воспитанию детей, по психологии, и там многие специалисты говорят о том, что нужно баловать детей, потому что детство, оно один раз, потом дети вступают во взрослую жизнь, и там начинаются все прелести. Вот как я, например, воспоминания у меня от детства очень приятные, да, вот как мы бегали, играли, гуляли, и это очень приятно, согревает и это на всю жизнь. Знаете, недавно была на вебинаре у психолога, она у нас крымчанка из Крыма, города Симферополь, она преподает психологию в университете, и как раз была тема, мне она очень понравилась, это в Нельзя Грамме, да, был вебинар, ну, не вебинар, а прямой эфир, и там как раз вот эта вот вся тема и затрагивалась, и вот она говорит, что, посмотрите, говорит, на людей взрослых, да, которые счастливые, довольные, приятные, не живущие своей жизнью, да, не обсуждающие, не обсуждающие, без негатива, это у этих людей было счастливое детство, этих людей родители любили, хвалили, не гнобили одноклассники, да, и вот посмотрите вот на людей, которые сплетники, негативщики, это люди, которых никогда родители не хвалили, это люди, которых, возможно, гнобили в школе, во дворе, и вот они злые, они действительно злые, сплетники, сущие свой нос, как раз эта тема очень была интересна, да, вот она говорит, это люди, которых недооценили, не оценили, не хвалили родители, поэтому, да, я считаю, что детей своих нужно хвалить, любить, возвышать где-то, да, но и знать этому всему миру я могу у своих детей и поругать, сделать им замечания при этом, если они где-то что-то напортачили, скажем так, вот, накричать, наказать, я это тоже все могу, а все, как говорится, в меру. Спасибо.